На улице турецкого города Алания застрелен 23-летний кыргызстанец. Сообщается, что между погибшим и неизвестным мужчиной произошла ссора, после чего последний выстрелил и сбежал с места происшествия. 40-летнего подозреваемого поймали в одном из домов в другом районе Алании. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть. В Исакульской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Согласно информации, автовария произошла 7 июля 2019 года в 4 утра на 82-м километре автодороги Балахчи-Ананьева-Харакол, недалеко от села Бахту-Долоното. Житель села Арашан-Чуйского района 1996 года рождения был за рулем автомобиля марки BMW X7, который принадлежал его другу, 1994 года рождения. Авто ехало по западному направлению и столкнулось с автомобилем марки Lexus ES300, за рулем которого был житель города Бишкек. Он поворачивал посередине дороги. В результате погибли водитель Lexus и его двое пассажиров, 1995 года рождения. Водитель и пассажир BMW не пострадали. Также страшное ДТП произошло в селе Тоцкое Оренбургской области России, жертвами которой стали четверо кыргызстанцев. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России. Как сообщают СМИ, авария произошла утром 7 июля. Кыргызстанцы ехали на автомобиле ВАЗ-2107. На трассе Оренбург-Самара они столкнулись с Шкодой. На месте аварии прибыли консул Кыргызстана. Отправка тел погибших соотечественников планируется 9 июля. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судей Инары Гелядзидиновой. Во время судебного процесса стало известно, что ТБА не может устранить неполадки на модернизированной части ТЭЦ Бишкека. Сегодня начался допрос свидетеля заместителя генерального директора ОАО электрической станции Асхара Кайбалиева. Подсудимый Золошпек Назаров спросил у него, почему от ТБА не выплатили 25 миллионов долларов. Асхар Кайбалиев ответил, что есть замечание по приемке. После устранения будет решаться вопрос выплаты. Сексимбанком Китая обсуждается вопрос продления срока доступности кредита. Представители ТБА сказали, что не могут вовремя устранить замечание, отметил он. Не решили еще в компании, как предъявить ТБА ущерб в 111 миллионов долларов. Асхар Кайбалиев пояснил, что нужно получить документальное подтверждение ущерба. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями произвела денежный перевод на единый депозитный счет в размере около 30 миллионов сомов. Как сообщает ведомство, на сегодняшний день общая сумма средств, поступивших на единый депозитный счет со стороны ГСБ, составило 738 миллионов 441 тысяча 12 сомов. Данное перечисление произведено во исполнении постановления правительства Кыргызской республики от 22 июня 2018 года об открытии единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. 9-11 июля 2019 года по приглашению президента Швейцарии Ули Маурера состоится официальный визит президента Сурумбай Джеймбекова в Швейцарскую конфедерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской республики Даниэр Садыков. В рамках официального визита Джеймбеков также встретится с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Мариной Коробио-Гушетти и председателем Национального банка Швейцарии Томасом Йорданом. Кроме этого, он отметил, что ожидается подписание документов в сфере экономики, финансов, туризма, питьевого, водоснабжения регионов страны и другие. Планируется обсудить вопросы продвижения двухсторонних кыргызско-швейцарских отношений с упором на торгово-экономическую и банковскую сферы. Безусловно, привлечение инвестиций в секторах экономики Кыргызстана, развитие сотрудничества в банковском секторе, а также построение парламентской демократии. Кыргызстан выступил очередной раз площадкой для установления политического диалога. 15-я министерская встреча Европейский союз Центральной Азии состоялась накануне в Бишкеке. Делегация министров на встречу прилетела с единственной женщиной Фредерико Магерини. Она и стала главным переговорщиком от Европейского союза. Перед началом заседания министр иностранных дел Кыргызстана Чангыс Айдарбеков поприветствовал всех гостей из Центральной Азии и далее отправился обсуждать новую региональную стратегию. Переговоры в закрытом режиме продлились более двух часов. По словам Айдарбекова, обсуждались вопросы в области образования, экономики, развития торговли, охране окружающей среды, водных ресурсов и ряд других сфер. Новая стратегия Европейского союза по Центральной Азии открывает новые возможности для нашего региона, модернизации экономик наших стран, развития сильного частного сектора, расширение возможностей для молодежи. И все эти цели будут способствовать укреплению связей между самими странами Центральной Азии и более активному взаимодействию между Европейским союзом и Центральной Азией. В ходе сегодняшней встречи Кыргызская республика выступила с инициативой проведения первого экономического форума Европейский союз в Центральной Азии, который мог бы стать механизмом эффективного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Европейским союзом и странами региона. В свою очередь, Верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Фредерико Магерине прилетела к нам с предложениями на сотни миллионов евро. Планируется выделить 50 миллионов Таджикистану, 2 миллиона евро Казахстану и 35 миллионов евро на образовательный проект в Кыргызстане. Она также отметила важность развития регионального сотрудничества и уделила особое внимание борьбе с терроризмом, наркотрафиком и проблематике Афганистана. «Ни одна из существующих проблем не могут быть решены одной страной. Это управление границами, борьба с терроризмом, борьба с наркотрафиком и другими проблемами. Регион должен решать такие вопросы вместе. Мир в Афганистане требует поддержки международного сообщества. Если центрально-азиатские государства будут решать общие проблемы вместе, это будет одним из элементов нашей совместной работы». Новая региональная стратегия принята 28 членами Евросоюза. К её реализации будут активно вовлечены представители гражданского общества и научных кругов. Кыргызская сторона выступила с предложениями о проведении первого экономического форума Европейский союз в Центральная Азия. Это станет механизмом эффективного торгово-экономического сотрудничества. Первое заседание планируется провести к 2020 году. «Мы также отметили важность продолжения нашей совместной с Европейским союзом работы по решению проблемы урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. В данном контексте кыргызская сторона проинформировала Европейский союз и наши коллег из стран Центральной Азии о планируемом проведении сайт-эвента на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по рекультивации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии». Встреча министров в формате «5 плюс 1» проводится ежегодно. В ходе этого состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, куда были включены безопасность в регионе, партнёрство, направленное на улучшение социально-экономического положения и создание в Центральной Азии открытого инвестиционного климата. А также подписали новое соглашение о расширенном сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским союзом. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования планирует до конца 2019 года запустить Хайдаркенский ртутный комбинат и Кадамджайский сурменной комбинат. Госкомитет намерен помочь и оказать содействие по решению основных вопросов. На данный момент он работает на треть своей мощности. По Кадамджайскому сурменному комбинату имеются проблемы с инвесторами. На данный момент идут переговоры об исполнении своих обязанностей недобросовестных инвесторов, либо найти нового, отметили в ведомстве. Первый вице-премьер-министр Кулатбек Буронов провел очередное заседание Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года. Он напомнил, что ранее был принят календарный план реализации мероприятий. План состоит из 35 мероприятий, из которых по состоянию на 1 июня текущего года выполнено 10, на стадии выполнения 8, не выполнено 1, срок исполнения не наступил 16. В ходе заседания была представлена информация о проведенной пилотной переписи населения 2019 года в период с 25 марта по 3 апреля 2019 года на территории Чуйского района и города Токмок Чуйской области. По результатам переписи выявлено, что норма каждого переписчика в период переписи составляла 400 человек в сельской местности, а в городских поселениях 500. И в течение 10 дней было недостаточно времени для выполнения этой нормы. Также Куатпек Боронов дал ряд поручений, в числе которых полномочным представителям правительства в областях, главам государственных администраций и органов местного самоуправления в срок до 31 августа 2019 года завершить работу по присвоению названий безымянным улицам и нумерации домов и вывешиванию табличек. Также Госкомитет промышленности, энергетики и недорпользования планирует к 1 октября накопить в Токтугульском водохранилище 17 миллиардов 59 миллионов кубометров воды. На данный момент отметка воды в Токтугулке находится на уровне 885 метров с объемом 16 миллиардов 655 миллионов кубометров, что на 1 миллиард кубов меньше прошлогодней цифры. Приток воды составляет 1102 кубометра. Совместные усилия родителей и школы позволили Айсулу Курманбековой стать обладательницей золотого сертификата общереспубликанского тестирования. Она является выпускницей 61-й школы. Давняя мечта встретиться с президентом сбылась. Теперь ей открыты все двери поступить в любой желаемый вуз. Так как я самая старшая в семье, это стало мотивацией для моих братьев и сестер, чтобы в дальнейшем они также стремились к получению золотого сертификата. И я думаю, что этот день очень волнительный для всех нас. И я тоже ждала дня, когда я смогу посетить резиденцию, встретиться с президентом, побывать здесь. Успешно окончившие школу, выпускники получили из рук самого президента золотые сертификаты, мобильные телефоны и единовременную денежную премию. Президент поздравил будущих специалистов с достижениями и отметил, что это хороший показатель в год развития регионов. Ваши сегодняшние достижения являются результатом вашего труда, старания, усердия в учебе, поддержки учителей, а также огромная заслуга ваших учителей. Сегодня перед вами открывается множество дорог. Каждая из них может привести к успеху. Если будете далее, так же усердно работать над собой. Хочу сказать слово благодарности педагогам, коллективам школ, которые вы окончили, и особое спасибо родителям, которые воспитали и создали вам условия для получения знаний. В этом году золотых сертификатов удостоились 53 выпускника, а также 19 выпускников из регионов. Самый высокий балл набрал Ильяр Чурмонов в Джалабадской области. У него 238 баллов. Ну а самый низкий пороговый балл золотого сертификата составил 221 балл. Сейчас они полным ходом готовятся поступить в университеты. 11 класс в этом году оканчивает порядка 63 тысяч человек. Из них на общее республиканское тестирование подали заявки, приняли участие 43 тысячи 440 наших выпускников. Я хотела бы сказать, что есть достаточно такая хорошая динамика по сравнению с прошлым годом. Из 40 тысяч детей пороговый балл перешли 27 тысячи учеников. Больше половины – это выпускники из регионов. По словам министра образования, количество детей, которые принимают участие в тестировании, сравнительно с прошлым годом увеличилось. А также наблюдается хорошая динамика. Это связано с улучшением условий в образовательной сфере. Состоялось открытие ещё одной детской площадки в центре города. Её детям столицы подарила компания «Блэнд Групп», занимающаяся непосредственно производством детских площадок. Открытие прошло с участием представителей мэрии, самой компании и гражданских активистов. Для детей была представлена развлекательная программа. Сегодня радостный день. Мы дарим детям нашей столицы эту детскую площадку. Благодарим мэра Азиза Сурахматова за то, что он выделил этот участок в центре города. Надеемся, что эта площадка станет одной из любимых для детей и прослужит долгие годы. В Крыгыском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдулласа Малдебаева идут ремонтные работы. По словам директора театра Керима Турапова, не так давно комиссией была составлена смета на 210 миллионов сомов для проведения капитального ремонта здания. На сегодняшний день выделено 47 миллионов сомов. Прошло четыре месяца с того момента, как я стал директором этого театра. Со дня назначения я был озадачен к вопросам ремонта. По этому поводу обратился к президенту. Он сразу же ответил. В результате была создана комиссия, которая составила смету на 210 миллионов сомов. Сейчас мы начали первый этап ремонтных работ на 47 миллионов сомов. На эту сумму планируется провести ремонт в Малахитовом зале, в фойе второго и третьего этажей и во всех гримерных комнатах. Также планируется замена паркета на нижнем этаже здания, замена канализационных труб, установка нового лифта и душевых кабин. Это балетный зал имени Чопанбека Базарбаева. Насколько я знаю, в этом зале ни разу не проводился капитальный ремонт. Здесь планируем заменить всё, начиная от линолеума, заканчивая освещением. Ремонт планируется завершить к началу осени. Как отмечает представитель компании-подрядчика, работа в подобных зданиях – большая ответственность. Здесь важна работа профессиональных мастеров, потому что здесь всё требует особого обращения. К примеру, полы другие, итальянский паркет. Соответственно, для ремонта требуется материал высокого качества. Сегодня несколько аббригад распределены по всему зданию. В общем, работает порядка 60 человек. На выделенные 47 миллионов сомов отремонтировать здание полностью не получится, говорит директор театра. Но то, что начат процесс по улучшению условий работы для артистов – это то, чего не могли добиться долгие годы. Между тем, накануне правительство выделило более 198 миллионов сомов на капитальный ремонт нескольких драматических театров страны, среди которых Кыргызский национальный академический театр имени Абдумумунова, Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, а также Ошский национальный драматический театр имени Ибраимова. Саудовская Аравия в последний момент решила выделить Кыргызстан еще 500 мест для паломничества. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. По их данным, республиканский штаб по организации «Хаджа» поделил новые места среди регионов по числу жителей районов. Также они отметили, что 500 паломников выбирали среди тех, кто уже встал в электронную очередь и внес первую сумму в размере 500 долларов. Сегодня до конца дня они должны выплатить остальную часть – 2500 долларов. Думг не успеет сшить новым паломникам специальную одежду, однако они пройдут вакцинацию. Напомню, что первая группа паломников отправится в Мекку 16 июля. В этом году их общее число составляет 6 010 человек. В Самарканде 26-30 августа состоится 12-й международный музыкальный фестиваль «Шарх Тару Налари». Как сообщает посольство Узбекистана в Кыргызстане, мероприятие ожидается участие профессиональных исполнителей и коллективов из Кыргызстана, Армении, Афганистана, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Монголии, Пакистана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Эфиопии. По словам организаторов, фестиваль характеризуется своим уникальным духом и обликом. Он нацелен на развитие музыкального искусства Востока, популяризацию фольклора, обмен традициями музыки и искусства между народами Узбекистана и других стран, а также научный обмен в указанной области. Ожидается, что нынешний фестиваль посетит более 400 иностранных гостей из 80 стран. В его рамках будет организована научно-практическая конференция на тему перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока, а также концерты и международные конкурсы мастеров традиционной музыки Узбекистана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok